И всем привет ребят, с вами Стрывайка, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня вместе с вами мы разберем один очень интересный дрон, который после предыдущей пятницы стал полностью мясным, бесполезным и мусорным в нашей игре Который не имеет на сегодняшний момент никакого абсолютно смысла И сегодня мы на нем сыграем, обсудим его и разберем почему все стало именно так И почему на сегодняшний момент времени нет никакого абсолютно смысла его использовать в рамках нашего матчмейкинга Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком Не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на землян кристаллов на 15 тысяч танкоина Для этого настройка игры в аккаунте установите мой личный тег, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине Ну и заполняйте форму, которая есть в описании Сегодня вместе с вами мы обсудим дрон Лавкач Это тот самый дрон, который единственный оставался с возможностью прожатия двух моментальных припасов сразу Но, как оказалось, это был баг И уже с предыдущей пятницы у нас Лавкач стал работать так же само, как и Бустер и Защитник И теперь у этих дронов есть кулдаун расхода очки Почему все стало настолько грустно? Давайте покажем на примере Скатаем матчмейкинговую катку Пикаем даже сразу штурм Да, где у нас, ну по идее, наверное, должна быть максимальная активность Где, по идее, этот дрон имеет смысл Да Все максимально просто Если ты начинаешь, например, с брони Дальше жмешь не тру, то ты имеешь дополнительную не тру Но при этом у тебя 5 секунд задержки на прожатие расходку Если жмешь ддшку, дашку И потом только не тру, то ты тратишь в сумме уже более 10 секунд Если учитывать тот факт, как работает наша игра на сегодняшний момент времени И насколько быстро происходит весь экшен То я вам могу сказать, что это максимально жестко уничтожило дрон И на сегодняшний день этот дрон 100% слабее, чем Кризис и Гипперион Намного, намного раз Если до этой обновы реально был смысл использовать ловкача И возможность прожатия двух припасов сразу давала некое преимущество И возможность реализации То на сегодняшний день, когда у тебя вот этот вот есть порог в виде 5 секунд дополнительных А, например, на Гипперионе у тебя этого нету от слова совсем На том же самом Кризисе у тебя нету кулдауна И ты можешь сразу резко прожать, да То есть вот, например, мне Эмми сбивает расходку И я не могу прожать припасы Да, то есть я опять буду жать один припас А какой смысл мне жать один припас Если я с таким же самым успехом могу нажать один припас Только он будет более сильный, например, с Кризисом Либо какой мне смысл жать один припас Если я могу нажать целых три припаса сразу на Гипперионе Да, то есть в чем смысл? В чем смысл реализации? А смысла никакого абсолютно не стало Да, и те ребята, которые мне до сих пор говорят о том Что да не, ловкач норм Нет, это не норм Когда ты не можешь нажать двух припасов сразу И у тебя есть дрон, который нажимает, например, три припаса сразу одновременно Да, без дополнительной этой нитры При том, что это дополнительная нитра Это, ну, по сути, лишь только дополнительная Ну, бонус, бонус, да А какой смысл от твоего бонуса Если ты при этом не можешь вжаться сразу одновременно С двумя расходниками, да И, например, засейвиться На кризисе ты можешь нажать нитру Увидеть, что по тебе будет дамажить большое количество урона Ты сразу же нажмешь броню На ловкаче нажмешь нитру Пока у тебя будет кулдаун этих временной, да Для пережималовы Тебя могут слить Тогда вы скажете Так нажимай ДА-шку с респа Так если я буду нажимать ДА-шку с респа То какой мне смысл уже от этой дополнительной нитры Какой я буду получать смысл от нее Если я буду тратить уже большое количество дополнительного времени Да Зачем мне тратить это время Если можно взять дрон, который можно реализовать намного-намного сильнее Ну и поэтому я для себя лично решил Что ловкач это тот дрон, который с этой обновой полностью убит Так же само, как и бустер и защитник Я считаю, что ни один из этих дронов на сегодняшний день не актуален в нашей игре Все максимально просто Потому что ты должен ждать кулдаун припасов И не можешь поражать два припаса одновременно Именно этот параметр был фишкой всех трех припасов А именно защитника бустера и ловкача И после этой обновы я лично потерял полный интерес К реализации и игре на этих самых дронах На сегодняшний день я уверен на 100% Что гиперион стал еще жестче Ну а кризис стал тоже супер актуален И, например, вот если ребята, которые использовали ловкача До сегодняшнего дня Ну даже не до сегодняшнего дня, а до пятницы Они должны переходить как раз таки на кризис То есть ты можешь быстро упражать нетру Долететь до базы противника И дальше дать контентика И сделать полный развал Просто полный развал Ты прожмешь нужный припас в нужный тайминг Получишь дополнительный бонус Не хочешь так? Ну тогда возьми просто гипериона и нажми все припасы сразу Да, у тебя не будет дополнительной скорости Но с полной хпшкой С меньшим кулдауном на аптеку И с полностью прожатой расходкой Ты получишь значительно больше Чем с любым из дронов Которые дают тебе плюс одного припаса И ты имеешь еще дополнительный кулдаун на их пережимание Поэтому я лично максимально не согласен С этой обновой как минимум Да И не особо понимаю зачем это было сделано Если вы мне скажете о том, что так расходка Когда ты ее прожимаешь Теперь имеет большее время работы Да Но вы же должны тоже понимать Что на сегодняшний день Очень часто И большое количество комбинаций Заставляет тебя играть агрессивно Заставляет тебя играть быстро И у тебя даже там Нету столь долгого времени жизни Да Если ты вот например играешь в штурме за атаку Вот меня просто кинуло за дефа Если бы я был за атаку То среднее время моей жизни Если я везу флаг Было бы там ну условно 10 секунд За эти 10 секунд Я по сути бы мог бы успеть Только поражать 2 припаса 2 припаса Вместо того Чтобы Оформить Например там контентовую доставку Быструю Да С прожималовой Двоих припасов Либо С врывом на нейтре И добавки дэшки Перед доставкой Да То есть ты теряешь Ту самую сущность И Те самые важные свойства Своего дрона И поэтому Я Вам Очень сильно рекомендую И советую Чтобы Вы задумались Да вот Кто до сих пор Вот как вот этот Например молодой человек Играет на ловкаче Задумались о том Стоит ли вы Вообще использовать этот дрон Да Или бы же Лучше Перейти На Те самых Два Замечательных Без Проигрышных Дрона В нашей игре И ни в чем себе Не отказывать Ну либо же Ореху пора Что-то думать Что-то думать И Размышлять Над тем Что он По итогу Сделал Да Потому что В моем понимании Это полностью Провальная вещь И В таком Виде Ни ловкач Ни бустер Ни защитник Не будет Давать Особо Плюсом Ловкач Над 400% Даю Что не будет Давать Ничего Да То есть Это и так По сути Одна дополнительная Нитра Я уже не говорю О том Что это все дело Контрится еще и Подавлением Да И то есть Если у вас нет Иммунки от подавы А противник играет Да даже С условным Хариком Да Либо там Использует Паладина Да Не дает вам Возможности Реализации Уже Выключает вам Тот самый Ваш дополнительный Припас И Полностью Уничтожает Сущность Вашего Дрона И То Как вы его Можете реализовать Да Поэтому я Честно в этом моменте Очень сильно Расстроен Так Ну а что По катке Здесь Давайте уже Попробуем Доиграть ее До конца У нас Остается 5 минут У нас 100 100 Точек Да И здесь Вообще бы Для моей Комбинации Лучше всего Я думаю Что подошел Гиперион За деф Как раз Под реализацию Гиперион Здесь смотрелся Очень круто У меня был бы Небольшой Кулдаун Аптеки Да И Возможность Реализации Здесь была бы Великолепная Что мы в принципе Наверное Сейчас и сделаем Возьмем Переоденемся Доиграем Эту уже Каточку На правильном Грамотном Дроне Да С Маленьким Кулдауном На аптеку И с Возможностью Долгой жизни На респе У противника При этом Гипериона Даже не контрит Подавление Да То есть Подава никак не контрит Этот дрон И Пусть она там Наносится Не наносится Но ничего Абсолютно Оно не делает Так Я дрон переодел Но он у меня Не переоделся В принципе Наверное Ничего удивительного Надо мне еще разочек Слиться Я так понимаю Да Еще разочек Надо слиться И тогда У меня Уже Все Появится Так Противничек У меня Въезжает Мы кстати Каточку Можем здесь И выиграть Я так смотрю 540 очков У меня Даже на ловкаче 540 очков У меня В рамках Этого боя На гиперионе Здесь я думаю Что можно было бы Уже бы Все 700 Иметь Может быть Даже больше Так Ну и Давайте Пробовать Уже заканчивать Эту катку С досрочкой И с Победочкой При том Что нам Осталось 25 киллов Выпушим Сейчас Зону И попробуем Навалить Контенту В плане Комфортности Я конечно Ну Вот Гипериону Отдаю Конкретный Респект И считаю Что Это просто Идеальнейший Дрон На сегодняшний момент Время Я думаю Что в ближайшее Время Я по поводу Этого дрона Запишу отдельный Видеоролик Где выскажу Все его плюсы И Почему именно Этот дрон На сегодняшний момент Времени Практически Со всеми Вооружениями Нужно Использовать И в чем же Его смысл Прелесть И Лучшая Возможность Реализации Ну а сегодня Просто тут уже Можно лишь Сказать о том Что Ореху Пора задуматься Пора реально Задуматься О том Что он сделал С Дронами Которые Он сначала Апнул Которые Он сначала Сделал Реально Играбельными И интересными И буквально Просто через неделю Все эти же Самые дроны Стали Полностью Мясными И неактуальными В нашей игре Да Ни ловкач Ни защитник Ни бустер На сегодняшний день В моем понимании Уже Не является Сильным Значимым И интересным Дроном В нашей игре Так Ну у нас Три кила Остается до конца Добивал Его Делаем Накидочку Еще Реализуем Тиммейты Добивают Ну и Победка Оформляется Пишите что вы думаете По этому поводу Согласны ли вы С моей точкой зрения Так же ли вы Считаете Как и я Что ловкач Максимально Бесполезен Можете так же Написать и по бустеру И по защитнику По бустеру Если я не ошибаюсь Я видос записывал Отдельный По защитнику Я думаю Что даже Наверное И не буду записывать Да там И так все Понятно И все работает Ровно Таким же Самым Образом Ну и Жаль конечно Что все таки Это был баг А не задумка Ореха Когда Защитник И бустер Поменялись С расходкой Новой А ловкач Не поменялся Да Я думал Что это так И должно быть Оказывается Нет И Уже В нем Нет Никакого Абсолютно Смысла Пишите что вы думаете Обязательно поддержите данный видос Лайкем Если вы согласны Моей точкой зрения Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Но у меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока